Вы заключаете договор в первую очередь для того, чтобы все то, что они разрабатывают, это ваша собственность, ваша компания или СПД и так дальше, и так дальше. Чтобы потом не получилось, что сотрудники там тихонечко будут продавать какой-то товар, ну свой, который они там производят, а потом скажут, а мы все это делаем прозрачно, это сами ничего думаете. Часто, кстати, так бывает, что сотрудники думают, что лучше изначально их уведомить и сказать, что вот все, что такое твое, это собственность компании. Ты можешь говорить, что да, это я придумал, но больше ничего ты им говорить не можешь. Смотрите, что касается программ, там, ну я не программист, но там же очень много есть там текста, там 0.1, 0.1, еще, 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 вот эти коды фактически они уже ваша собственность. То есть их можно как-то тоже на бумагу положить или нет? Ну, можно, в принципе, смешать, но может быть время для создания сайта. Вот вы можете, ну смотрите, время создания сайта, насколько я знаю, что можно там что-то попасть, и время поменяется. Или кто-то поставит еще что-то, и кажется, он раньше создал. А есть еще такое понятие, как патентные тролли. Это которые воруют информацию программистов, особенно в программировании оно существует, и быстро его патентуют. И потом даже на кусок какого-то кода, потом предъявляет претензию, там, тот же Касперовский, и так далее, что дальше говорят, господа, это наше. Получать бывает миллионы. То есть я знаю точно, что один из патентных троллей, по-моему, на телефонах в США заработал, выиграл, по-моему, на 603 миллиона гривен. Не гривен, долларов. И у нас тоже это, и часто они выигрывают. Поэтому, ну, с ними тяжело на свой внешний бороться. Ну, а вы, как я же говорю, может каким-то образом вот эти все коды пытаетесь как бы сохранять. Да, потом дизайн, это уже картинки, тоже распечатываете, как-то сохраняете. Но на сайте сложно, сложно, потому что, я же говорю, что-то что-то поменяет. Потом будет проще доказывать, если у вас будет такое. Или, может, какую-то газету еще там подавать, пусть печатают недорогую. Но у вас тоже, когда СМИ четко зарегистрировано, тогда оно очень хорошо будет защищаться. Да. Я так и не понял, если, допустим, сайт не ведешь в торговлю, если вообще нет торговли, как это можно зарегистрировать, иногда зачем он будет технологии, если нет? Мы за интеллектуальной собственность говорим или возвращаемся в зарядку? Если нет торговли, так без разницы. Если вы используете чужую собственность, даже без торговли, то, в любом случае, претензии уже использования или даже переделывания. Что? Я хочу сделать субжит, где будут общаться. Да. Площадка. Да. Площадка для общения. Как это зарегистрировать? Ничего чужого не будет. А как, что за площадка будет? Там какая-то особенность будет? Ну, грубо говоря, форма. Дизайн, грубо говоря. Ничего, ну, ничего. Ну, а что тогда новое, если это обычный форум? Так, хорошо. А как это зарегистрировать? Если там не были доходы, а как это получать? Я понимаю, что это просто доходы. Не, не, вы можете в любом случае регистрировать и не получать доходы. Все что угодно. Потому что вам можно нарисовать тот же цветочек и не продавать его, не получать доходы. Но в случае, если кто-то его перерисует, вы доход не получаете. Вы там предъявляете, предъявляете, скажете, ну, купил у меня этот цветочек. Если он не хочет покупать, тогда можно через суд получить. Просто с картинкой проще. Я немножко не знаю. Ну, должна быть четкая особенность. Вот если вы даете площадку, если это просто обычный форум, ничем не отличается от другого, тогда у вас и как такого уникальности нет никакой. Тогда защищать нечего. Понимаете? То есть только то, что это там у вас. А все то, что пишут люди, это их авторские права. Можно? Ну, вот как-то так, да. Еще 10 минут.